Девушки отдыхают Что-то изменить Это просто греческая мифология Боги смерти никогда не исчезнут Просто скажи, да или нет Говори С чего ты хочешь начать? Начнем с основы Ты, наверное, знаком с масс-спектрометрией Сначала проанализируем белок, взаимодействующий с теломеразой И посмотрим, найдем ли мы новое вдохновение Девушки отдыхают Джоу Сяушань Дзяньин попросила тебя работать с масс-спектрометрией Да Что может доказать масс-спектрометрию? В ней можно найти актуальные взаимодействующие белки Думаю, она хочет вернуться к изучению ингибиторов малых молекул Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чудзяньин хочет, чтобы Джоу Сяушань работал над масс-спектрометрией и структурным анализом Какое это отношение имеет к тебе? Займись своим делом. Хорошо. Эй, Джоу Сяушань, тюдзянин хочет, чтобы ты работал над масс-спектрометрией? Да. Почему? Она пытается найти прорыв во взаимодействии белков и открыть новый метод с использованием ингибиторов малых молекул. Она пытается вернуться к предыдущему методу? Это нелепо. Все подтвердят, мы больше года не можем найти решение. А она решила, что ей дали крылья, и она может сразу взлететь? Но я думаю, что было бы очень жаль отказываться от предыдущего подхода. Почему жаль? Мы приостановили эксперименты, потому что были сильные побочные эффекты. Но когда Гарри опубликовал свою статью, господин Сунь сказал, что мы должны попробовать его генетический подход. Но кто знает, может Гарри что-то утаил. И в этом случае мы точно не могли добиться никакого успеха. Ой, я так наелась. Не торопитесь, господин Сунь. Приятного аппетита. Эй, подождите меня. Джу-джу. Господин Сунь, я наелся. Приятного аппетита. Значит, пока нет прогресса с масс-спектрометрией? Нет. Даже господин Сунь не получил результатов более чем за год. Может, передумаешь и перестанешь тратить время впустую. Ничего страшного. Жизнь – пустая трата времени. Правда. Если есть время, снова культивирую кристаллические формы. Зачем? Нам следует попробовать каждый метод. Хорошо. Доктор Цинь, вы устали, проводя операции всю ночь? Я в порядке. Мне надо просто поспать. Наблюдай за пациентом пятой палаты. Каждый час проверяй его давление. И я принял еще одного пациента. Найди свободную койку, ладно? Но свободных нет. Что за отношение такое? Вы забыли, что обещали на прошлой неделе? И что же такого я там обещал? На прошлой неделе вы сказали, что больничных койек нет, поэтому не стоит принимать новых пациентов. А сегодня вы приняли еще одного пациента. Так ты не найдешь койку? Тебе надо больше стараться, а то растеряешь весь свой потенциал. Я и так растеряла весь свой потенциал. Доктор Цинь, вы такой добрый и способный. Что нам в тебе делать? Не паникуйте, пожалуйста, успокойтесь. За последние деньги. Может, вы его где-то уронили? Подумайте внимательно. Что мне теперь делать? Не волнуйтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Подумайте, внимательно подумайте. Что тут происходит? Пациенту из седьмой палаты предстоит операция. Его мама наконец-то получила деньги на его операцию, но потеряла их. Госпожа, послушайте, я могу оплатить операцию вместо вас. Правда? Да, я оплачу вместо вас. Господи, я так благодарна вам. Так, не надо. Спасибо, вы спастили мою семью. Госпожа, успокойтесь, госпожа. Тише, тише, оплачем и сделаем операцию. Идемте. Спасибо вам, доктор. Давайте, не плачьте. Все в порядке. Спасибо вам, доктор. Большое. Прогресса нет. Дианин здесь всего полмесяца. Как она может достигнуть такого прорыва? А я говорила, зря господин Ван доверяет ей. Не будь такой эмоциональной. Если Дианин выступит с докладом и получит признание господина Вана, это будет на пользу всем нам. Нет, если она добьется успеха, это выставит господина Суня в плохом свете. Посмотри на себя. Ты делишь кабинет с Ши Тоу. Хоть он и не удостаивает тебя взглядом, ты все равно часто его видишь. И вот если Дианин не удастся выступить с докладом, плано будет отменен. И неизвестно, как нас расформируют. Мне все равно. Она не сможет быть лучше господина Суня. Успокойся, давай посмотрим, что произойдет. Джао, Сяо, Шань тебе доставили еду. Разве ты только что не ел? Чунь Жань, положи на мой стол. Я пойду посмотрю. Доставщик здесь. Джао, Сяо, Шань, верно? Ваша доставка. Зачем ты? Джао, Сяо, Шань. Ты заказал еду? Разве ты не ел? Ага. В чем дело? Ничего. Долго не засиживайся. Перерывы тоже нужны. Угу. Я пойду. Резиденция отеля Сьюз Плейс, блок один, номер шисот один. Эй, Цинь Бинь, снова ведешь себя хорошо? Похоже, следующим руководителем будешь ты. Доктор Цинь, вы вернулись. Да. Доктор Цинь говорил с сарказмом, и вы даже не ответили ему. Разве? Моей бабушке в этом году исполнится девяносто. Знаете, как ей удалось так долго прожить? Понятия не имею. Она такая же милая, как и ты? Нет. Потому что она никогда не лезет ни в свое дело. Это ты меня так ругаешь? Не посмею. Выпейте воды. Посмотри, что на моей голове? Кажется, там залысина. Там линия волос. Исцеляй раненых и спасай умирающих. Доктор Цинь, вы удивительны, привлекательны и добры. Но вам следует сэкономить немного карманных денег, вы не можете так продолжать. Все в порядке. У меня есть ты. Я должна вас кормить? Да, будешь завтрак готовить. Ладно, хорош ссориться. Иди и найди свободную кольку. И поскорее. Хорошо, госпожа Чинь накормит вас. Что ты сказала? Спасибо, госпожа Чинь. Вы пристаете ко мне, что у меня нет выбора. Госпожа Чинь, почему у вас в последнее время такие красивые волосы? Запах от ваших волос чувствуется издалека. Хорошо, хорошо. Я пользуюсь шампунем, который ты дала. Ты знаешь, мне очень нравится этот шампунь с эфирным маслом. После использования мои волосы стали гладкими и шелковистыми. И пахнут приятно. Правда? Кстати, Цзасинь, тебе следует поговорить с доктором Циньем. У него впереди блестящее будущее, а он все еще находится в нашей больнице. Я не смогу его уговорить. К тому же наша больница неплохая. И одна из лучших в стране. Он так молод, а уже заместитель директора. Чего ему еще желать? Ты не знаешь о его прошлом? А что с его прошлым? Он хорошо выглядит только со спины. Будь серьезней, доктор Цинь – врач в пятом поколении. Его отец – знаменитый кардиолог в Штатах. В его возрасте уже финансовая свобода. Но он по-прежнему работает здесь, с нами. У него страсть к работе. Госпожа Чэнь, доктор Цинь, которого вы описали, вовсе не такой, каким я его знаю. Доктор Цинь обычно немного суров с такими молодыми людьми, как ты. Но сам он был еще большим бездельником, чем ты, когда был моложе. Правда? Я слышала от кое-кого, что когда ему было 18 лет, он поступил в колледж, но не посещал занятия, а путешествовал по миру. Естественно, семья расстроилась, и они оставили его без финансов. Ну, угадай, что? Что? Ему удалось завершить путешествие самостоятельно автостопом. Ооо, доктор Цинь правда крутой. Доктор Цинь, я все согласовала с госпожа Чэнь. Угу. Красавчик доктор Цинь, что мне еще нужно сделать? Просто скажите. Ты снова меня снимаешь? Нет. Опять какой-то комедийный ролик? Убери телефон. В этом мире нет бесплатного обеда. Ты что-то задумала? Вы судите о благородном человеке своим презренным умом. Тогда говори. А, доктор Цинь, я слышала, вы путешествовали по миру, выступая и собирая деньги. Должен ли я сказать, что еще разбираюсь в боевых искусствах? Вы испугали меня. Кто тебе меня сдал? Доктор Цинь, не будьте таким скромным. Значит, это правда. Расскажите мне. Хм. Это все в прошлом. Я так завидую такому образу жизни. На самом деле, это моя мечта. Твоя мечта? Ага. Послушай, за такую необузданную жизнь надо платить немалую цену. Лучше оставайся приземленной. Я не хочу быть приземленной. Я хочу быть необузданной. Я готова заплатить эту цену. Нет. Ты не будешь. И почему вы так самодовольны? Она действительно больше не приходила. Может, вы ее не заметили? Доктор Цинь, сколько раз еще говорить? Она правда не приходила. Ну, почему вы ищете ту девушку? Да, просто любопытно. Дзяньин, ты не считаешь, что доктор Цинь неправда крутой? За рубежом распространено убрать отпуск на год. Чего? Отпуск на год. Академический отпуск. Значит, до того, как молодые люди продолжат учебу или поступят на работу, они могут отправиться в длительную поездку. В среднем на год. Мне нужен отпуск на год. Ты не сможешь вынести. Почему? Отпуск на год обычно малобюджетная поездка. Горящие рейсы, хостелы. Ты будешь ограничена в бюджете. Сможешь? Если не смогу, попрошу помощи папы. Тогда отпуск будет бессмысленным. Кроме того, думаешь, папа и мама отпустят тебя в такую длительную поездку на год? Ты права. Так раздражает. Не жалуйся, у тебя все хорошо. Нет, мне скучно. Куда ты пойдешь после ужина? К себе в общежитие. Могу я посмотреть твое общежитие? Что ты задумала? Я волнуюсь за свою сестру. Вау, Дзяньин, здесь все отлично. Потрясающе. Что же, это большая компания. И правда. Ай, Дзяньин, похоже, я его видела раньше. А? Он твой коллега? Дзяньин. Мой коллега Джоу Сяушань. Моя сестра Тю Дзя Синь. Привет. Привет. Думаю, мы прежде виделись. Разве? Как ты могла встретить его? Думаю, ты ошиблась. Пока. Проходи. О, Дзяньин. Здесь так красиво. Твоя компания щедра. Такая большая квартира. Боже, я пойду посмотрю верхний этаж. Дзяньин, у тебя две комнаты. Это же дюплекс. Твоя компания слишком щедра. Боже мой, да тут лучше, чем в нашей больнице. Теперь ты спокойна, верно? Спокойна? Тю Дзяньин, ты должна знать, как заботиться о себе. Что не так с моими способностями? Я не хочу тратить свое время на что-то неважное. А-ха-ха-ха, и ты гордишься этим? Кстати, сохрани это в секрете, особенно от папы. Он не должен знать о моем возвращении. Я сохраню это в секрете, однако с одним условием. Условия. Угу. Тогда... Тебе нравится пуховик, который я тебе купила? Ага. Он твой. Мне он нравится, но пуховики такие безвкусные. Дзяньин, позволь мне переехать сюда, и я сохраню твой секрет. Переехать? Угу. Зачем? У меня стажировка в Айон Хоспитал. Совсем рядом с твоей квартирой. Если я перейду к тебе, я сэкономлю час езды на работу. А для молодой растущей девушки это так важно. Верно, Дзяньин? Позволь напомнить, ты не стала выше со средней школы. Дзяньин, это так подло! Ты заходишь слишком далеко! Алло, папа! Позволь кое-что рассказать тебе о Дзяньин? Раз ты так хочешь, ты можешь переехать. Тогда сегодня. Прямо сейчас. О, ты лучший, Дзяньин! Отныне я буду готовить тебе завтрак, шоколад и кофе. Дзяньин! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Господин Джа сказал, что это необычная миссия, и отправил меня помочь тебе. Сеушань, я уже осмотрела этот район. Много нежилых квартир в основном арендует иностранцы. Вот почему идеально быть осторожными. И что же ты знаешь о миссии? Я знаю, что ты в курсе. Сеушань, у меня вопрос. Спрашивай. Почему ТСК не могут подождать прогресса План О, а нужно именно красть результаты? Они заставили нас проникнуть в лабораторию, и это пустая трата времени и энергии. Если я не попаду в лабораторию, мы не можем быть уверены в ходе проекта. Особенно такого проекта, как План О. Как только будет успех, это окажет влияние на рынок в триллион долларов. Так что... Пока не будет твердого заключения, компания не раскроет информацию. Чужие взгляды никому не нужны. Что ты собираешься делать? Хорош стучать! Вы кто? Я с нижнего этажа, вы слишком шумите. Ха! Это шутка какая-то! Валите! А? И как это понимать? Вы хотите зайти? Заходите! Если войдете, это будет вторжением. Сеушань. Вы что хотите? Вы шумите. Да и что? Я в своем доме. Я имею на это право. Да, это так. Не подходите! Вы мне напомнили, что я могу делать в своем доме все, что захочу. А мы как раз хотели сделать ремонт. Вы же не против звуков дрели? Вы мне угрожаете? Мы соседи. Давайте не будем создавать друг другу проблемы. Все сказали? Пошли. Чокнутые? Сеушань, мы можем просто избить его. Что за чушь? Избить его? Чтобы полиция приехала и раскрыла твою личность? А ты хороший проповедник. Сеушань, в твоем деле есть прогресс? Все зашло в тупик. Мули, ты не можешь здесь остаться. Почему? Твое присутствие насторожит их. Я не попадусь. Сеушань, ты не доверяешь мне? Послушай, пока я не свяжусь с тобой, не показывайся первой. Поняла? Ясно. Поняла. Это миссия необычная. Я буду спокоен, если ты будешь приглядывать за Сеушанем. Спасибо, дядя Джо. И еще кое-что. Присматривай за ним. Если с ним будет происходить что-то необычное, сразу сообщи мне. Вы говорите, мне шпионить за Сеушанем? Мули, это миссия. Отличный шанс проявить себя. Не разочаруй меня. Карта поиска. Карта поиска. Могут ли оба типа протеаз быть абсолютно одинаковыми? Что-то пошло не так. Зианин, как прогресс? Господин Ван. Последовательность кодирования, трансляция ДНК и способ действия одинаковые. Господин Ван. Я была слишком наивна. Ты до сих пор не обедала? У меня нет аппетита. Дзианин, ты совсем не изменилась. Помнишь, как мы встретились? Мы встретились в Принстоне. Был семинар на тему апоптоза и цитокинеза. Семинар закончился в семь. Я еще не ужинал. Тогда ты задержала меня, задав вопрос о факторах апоптоза. Дискуссия заняла более часа. А когда ты получила ответ, то перешла к проблемам цитоза. И это заняло еще час. Мой помощник трижды убеждал меня сходить поужинать. Но ты была полна сил. Я была молода и плохо разбиралась в проблеме. Не принимайте близкое сердце. Это было здорово. Ученому просто необходима мотивация. Поэтому я нанял тебя. Господин Ван. Вы знали, что меня уволили из лаборатории Гарри. Но все равно наняли меня. Я прочитал статью Гарри, опубликованную в Кьюр. Аргументом в статье было то, что мы обсуждали в пристани. В то время мне это казалось новым. Эта статья – мой черновек. Когда Гарри узнал об этом, он поторопил меня с публикацией, но я решила, что эта статья будет просто высмеяна научным миром. Однако он прибегнул к уловкам и опубликовал ее без моего ведома. То, что сделал Гарри, недостойно. Спасибо за доверие ко мне. Я всегда в поиске талантов. Самый важный фактор – это вопрос морального характера. Я хочу, чтобы ты не разочаровала меня, как суть Тянь. Не переживайте, я не подведу вас. Хорошо. Продолжай в том же духе. Я пойду. И не забывай кушать вовремя. Еще нет результата. Трудно культивировать кристаллические формы. Эксперимент по кристаллизации – своего рода мастерство. Даже нет, искусство. Но я не настолько искусен. А это… Глупый волк. Очень известный мультяшный персонаж. Глупый волк. Имя подходит его имиджу. Не стоит недооценивать его. Когда я писала свою диссертацию, я зашла в тупик. Включила мультфильм «Семья глупого волка», чтобы расслабиться. И вдруг поняла, что при просмотре я наполняюсь какой-то неведомой мне силой и энергией. Так я научилась рисовать его, и всякий раз, когда я сталкиваюсь с очередной проблемой или трудностью, как только вижу его, сразу становлюсь полной сил и энергии. Дзянин, ты же исследователь. Но ты все еще веришь в суеверие? Почему это суеверие? Ученые тоже люди. И нам нужен таинственный ритуал, чтобы поддержать в нас энергию и энтузиазм, пока мы мучаемся с экспериментами. Это будет мотивировать нас упорно работать. Посмотри на эту кристаллическую форму. Я использовал более тысячи способов. Растет быстро, но форма невелика. Невозможно определить структуру. И даже если получится определить ее с помощью монокристаллического дифрактометра, это все еще будет маленький квадрат. О! Что такое? Я поняла. Я знаю, в чем проблема. Все это время я думала о разнице между телами разы двух клеток. Одинаковые гены, одинаковые стенограммы, одинаковые расшифровки. Я просто не поняла, что после трансплантации клеток посттрансляционная модификация может быть другой. Все вполне может быть по-другому. Спасибо тебе, Сяушань. Я верю, что кристалл твоей опухолевой телами разы вырастет. Продолжай. Я такая глупая. Чего ты? Ничего. Я просто разволновалась. О! Вот. Что это? Беруша. Разве ты не говорил, что плохо спал прошлой ночью? Спасибо. Возможность спать всю ночь – это маленькая радость в жизни. Да. Извините меня, пожалуйста. Я здесь в командировке, но меня обокрали. Я не могу вернуться домой. Не могли бы вы одолжить 50 юаней? Мне жаль, у нас нет наличных. Подождите. Вот. Спасибо вам. Пожалуйста. А вы можете дать мне номер? Я верну вам деньги. Все в порядке. Вы слишком добры. Я не могу просто так взять деньги. Просто скажите номер, и я обязательно верну. Если вы действительно хотите вернуть деньги, то в том высоком здании я работаю в компании «План О». Вы можете найти меня там. Меня зовут Тю Дянин. Хорошо. Еще раз спасибо вам. Вам пора идти. Ты не поняла, что это старый трюк? А что, если он не врет? Даже если шанс один на миллион, я по крайней мере помогла кому-то, кто нуждался в помощи. Допустим, ты прав. Даже если он и врал, я уверена, что у него были на то свои причины. В противном случае, зачем ему в такую холодную погоду выходить на улицу? Правда? Доброта – это выбор. Поезд уже здесь. Иди, у меня кое-какие дела. Здравствуйте. Я здесь в командировке, но меня обограли. Вот мы студенческие. Не могли бы вы отложить мне немного наличных? Вот, держи. Спасибо. Да нет проблем. Извините. Я здесь в командировке, но меня обограли. Не делай ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что такое? Вам доставка. Я ничего не заказывала. Это, возможно, ошибка. Квартира 305. Никакой ошибки. Это здесь заказала. Что внутри? А, сезонные рисовые шарики. Сезонные рисовые шарики? Я не заказывала их. Я такое не ем. Вы можете дать мне свой номер телефона? Я займусь этим вопросом. Если это чей-то подарок, я буду с вами на связи. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я их не покупала, и мой номер не требуется. Почему бы вам не позвонить в свою компанию и не посмотреть, кто сделал заказ? Это может быть ошибка. Из какой вы службы доставки? А, вот и мой заказ. Спасибо. Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте пять звезд. Спасибо. Спасибо. Вот. Ты купил их? Ага. Мне сказали, что это местное фирменное блюдо. Спасибо. Тогда я пойду. Пока-пока. Пока. Пока. Если бы я вовремя не появился, что бы произошло? И чего молчим? Я пытаюсь тебе помочь. А я не хочу, чтобы подобное снова повторилось. Почему ты не разрешаешь мне присоединиться к этой миссии? Почему? Во-первых, у тебя даже не было удостоверения личности на форуме. Дзянин это почти заметила. Если уж разыгрываешь спектакль, то убедись, что знаешь, в какой службе ты работаешь. Когда Дзянин заподозрила тебя, ты даже не смогла правильно ответить. Из-за того, что я сказал, понятно, что ты не подходишь для этой миссии. Но я кое-что обнаружила. Что? В квартире Дзянин стояла пара обуви другого размера. А это значит, что в её квартире ещё кто-то есть. Это её сестры. Сяушань, мне жаль. Я завтра тебя найду. Возможность спать всю ночь – это маленькая радость в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Они все твои одногодки. Что ты чувствуешь, когда видишь их? Глупо. Я была не права. Наоборот. Несмотря на то, что они твои ровесники, у них у всех такое нелепое выражение лица. Они ничего не знают о жизни. Они не прошли через препятствия. Они не прошли через жизнь и смерть. Они также не знают, что в этом мире есть другая сторона. Тёмная, испорченная и беспокойная. Зачем ты привёл меня сюда? Ты когда-нибудь задумывалась, почему они живут так, а ты нет? Сяушань, что ты хочешь мне сказать? Ты уходишь от господина Джа? Я устал от этого. Одна миссия с другой. Всегда должен быть начеку. Всегда должен быть осторожен с другими. Прошло уже десять лет. А я до сих пор не могу спать нормально. Я больше не могу так жить. Господин Джа согласился? Десять лет. Даже если я был что-то должен, я уже отплатил сполна. Да, он забрал меня и дал мне образование. Он изменил мою жизнь. И я благодарен ему за это. Но, моли, неужели без господина Джа я не буду счастлив? Почему ты вдруг рассказываешь мне всё это? Моли, я спас тебя. Ты моя ответственность. Я не хочу, чтобы это слонялось без дела, не зная, как отличить добро от зла. Начни другую жизнь. Другую жизнь? Больше никаких маскировок. Нечего скрываться. И свободно ходить мне. Все уже. Сможем. Нам удалось выжить в этом мире. Мы самые приспособленные. И куда бы такие ни пошли, они всегда добьются успеха. Твоё предположение смелое, но у меня хорошее предчувствие. Когда придёт Сун Лэй, обсудим подробнее. Господин Ван, здравствуй. Господин Сун. Сун Лэй. Цзюцзянен только что предложила новый подход. Думаю, он сможет совершить прорыв. И мы бы хотели узнать твоё мнение. Ага. Прежде чем я расскажу вам, могу я задать вопрос? Спрашивай. Прошлый подход заключался в использовании ингибиторов малых молекул для подавления активности теломеразы раковых клеток. Верно. На основе этой теории был проведён эксперимент на животных, но он застрял на стадии патологической токсикологии. На данный момент это так. И я не думаю, что мы сможем решить её генетически. Я думаю, что предыдущий подход выполним. И в чём заключается твоя идея? Я думаю, вместо подавления всей теломеразы клетки нам следует нацелиться на подавление теломеразы именно раковых клеток. Это немного наивно. Мы не в игры весь прошлый год играли. Ты не единственная, кто может придумать хороший способ подавления побочных эффектов. Это всё пустые слова. Что если я запишу все свои предположения в отчёт, и как только подробный отчёт будет готов, мы всё обсудим? Ты только пришла и хочешь решить проблему, которую мы за год не решили. Тебе не кажется это самонадеянным? Если так хвастаются исследователи из-за рубежа, то извините, я не смогу с этим смириться. Господин Ван, я пойду. Постой! Сун Лэй! Не переживай ты так сильно! Дзяньин, у Сун Лэя мало терпения. Не принимай это близко к сердцу. Я уважаю исследователей с принципами. Если господин Сунь, услышав мои предположения, сразу перешёл на другую сторону, это будет реальной проблемой. Не переживайте. Я передам отчёт как можно скорее. Хорошо. Шитоу, я купила тебе новые ягоды Годжи. Я вижу, ты прошлое уже съел. Шитоу, ты расстроен? Нет. Я поняла. Сегодня утром Цюдзянин была в кабинете господина Вана. Она выставила тебя в плохом свете. Сяо-сяо, сколько раз вы делали иммунопрецепитацию хроматина? Ты не помнишь слова Чюнь-Жань в тот день? Ай, да Чюнь-Жань всегда была такой вечно, говорит, не подумав. Почему ты всё ещё думаешь об этом? Она что, действительно что-то сказала господину Вану? Она предлагает вернуться к предыдущему подходу к теле мирази. Она что, сумасшедшая? Мы усердно работали больше года, провели кучу тестов и бессонных ночей, но не решили проблему. А теперь она говорит нам, что надо вернуться к старому подходу. И она решила, что проблему можно решить, просто подумав о ней. Сядь обратно.